Массовый отток населения в Оренбургской области с каждым годом возрастает. Большую часть среди покидавших Оренбург составляют юноши и девушки. Ребята жалуются, что мест для прогулок не так много, нигде развлечься, отдохнуть с друзьями или же творчески самовыразиться. Так чего же на самом деле не хватает в культурном благоустройстве Оренбурга? И слышит ли городская администрация, чего хочет молодое поколение? Проблемы есть, и социологические исследования показывают, что в большей степени молодежь именно на социальную сферу ориентируется в плане своего досуга. Дочь у меня когда-то в свое время уехала в Москву. На молодежном сленге прозвучало такое слово – тухляк. Редакция телеканала ЮТВ провела собственный опрос среди оренбургцев. Мы спросили, довольны ли жители культурно-развлекатели инфраструктуры города? Большинство считает сферу недостаточно разнообразной. 38% совсем не находят в городе мест для отдыха по вкусу. И только 2,5% довольны ситуацией. Кроме того, более 70% респондентов уверены, что нынешнее состояние культурно-развлекательной инфраструктуры влияет на ток населения в другие регионы. В числе предложений по улучшению ситуации горожане назвали появление новых парков, велосипедных дорожек или проекта наподобие лофт-этажей в Санкт-Петербурге. У нас очень много, уверяю вас, очень много талантливой молодежи, которая оказывается вот таким образом невостребованной и за бортом. И вынуждены себя искать в различного рода лабораториях, арт-студиях и рабочих каких-то команд, где свою принадлежность вне нашего города. Оренбурженка Наталья Сурскова как раз предложила такой проект. Она хочет реализовать свободное пространство на базе какого-либо здания или площадки, которая стала бы центром притяжения для самовыражения современной молодежи, развития и его просвещения. Этот проект со своей командой она защищала еще в прошлом году в рамках молодежного фестиваля «Нам здесь жить». Яркие примеры – это, конечно же, этажи, город Питер, арт-плей, город Москва, это завод Шпагина, город Пермь. И я посчитаю, что в Оренбурге не хватает такого. К любому в городе Оренбурге есть такая творческая молодежь, которым просто не хватает площадки для реализации своих возможностей. Идея Наташи понравилась всем, особенно самой молодежи. Однако ее реализация вызывает некоторые сложности. Но, конечно, в основном, как я уже сказала, это инвестиции. Мы тогда и не выиграли тот проект, потому что наш проект подразумевает большие инвестиции и большое взаимодействие с администрацией. Даниил Дупанов тоже неравнодушен к своему городу. В этом году он планирует реализовать образовательный форум «Соседи», принять участие в котором призывает молодежь, желающие поменять город в лучшую сторону. На базе форума Даниил и его команда помогут активистам реализовать проекты. В этом году мы хотим сделать акцент не на социальное проектирование, а на акселерацию социальных проектов. То есть очень много ребят пишут социальные проекты в регионах, в муниципалитетах. Проблемы каких-то зон, современных интерактивных зон, зон отдыха, зон досуга, зон образования в территориях. По словам социолога Ирины Бояршиновой, надежды на развитие социально-досуговой и культурной инфраструктуры есть. Начать необходимо с обустройства дворов и спортивных площадок. Это должны быть места, где собираются единомышленники, любители бега, велосипедных прогулок, любители общения. Культура определяется не только наличием ресторанов и кафе. Это площадки какие-то, да, такие, куда можно было бы молодежи вечером прийти. Сейчас стали востребованы кинотеатры. Современные обеспечены у нас в зале по 5-6 кинозалов находятся. Это тоже элемент культуры, их тоже надо развивать. Социально-досуговая инфраструктура для молодежи реформируется постепенно и уже приносит свои результаты. В числе новых и уже получивших признание скейт-парк на обновленной набережной Урала. Однако этого недостаточно. И все же главный вопрос – слышит ли городская администрация, чего хочет молодое поколение? Молодежь у нас отличается, наверное, от остальной категории населения, что она никогда не молчит. Как минимум слышит и старается создать условия для того, чтобы молодежь самореализовалась. А мы видим город таким, что чувствуем сами. То есть если сами мы хотим видеть что-то хорошее, что-то позитивное, то есть мы это видим. Мы – те, кто можем делать. Мы – те, кто готовы делать. Наш город точно не депрессивный, что наша область не депрессивная. И то место, где хочет оставаться. Уже несколько лет подряд Оренбуржье оказывается среди регионов с наибольшим оттоком населения. Каждый год рост миграции составляет 4-5%. Сегодня правительство это признает и даже предпринимает действия, чтобы люди оставались здесь. Как правило, они касаются экономической сферы, развитию бизнеса и созданию новых рабочих мест. А проектам для светлых молодых умов внимания уделяется значительно меньше. Хотя именно молодежь является потенциалом процветания и развития региона в будущем. Ванесса Петерс, Никита Плотников, Максим Марар, Федор Породатский, Городской телеканал ЮТВ.